доброта я шел сюда а я нет да я шел а я нет я шел сюда и заметил что на улице весна да да и как пошутишь на днях твиттере не понравилось на улице весна появились двухэтажные коты тяжелые наркотики я быстрее тяжелые наркотики может быть разница возрасте мнение он просто хейпится пусть пьет соком как называется метил амфетамин тяжелый тяжелый синтетический препарат и возвращаясь к теме нашей встречи темы не может быть воскресенье в воскресенье есть чай какая может быть тема воскресенье господи все недели тема что завтра минус 5 весна у них не будет весны землетрясение в японии весна отменена хорошо сегодня великий день сегодня 90 лет 98 лет папе нашего усатого этого михалкова так он же умер он умер но ему 90 лет следующий юбилей следующий блин ну ладно что нибудь еще скажи начался в таком случае перейдем все-таки к теме перейдем вообще сегодня какую-то тему пытался задать господин орлов он буквально мне сказал что он ненавидит этих самых талантливых там гениев и всех своих он их что-то хочет всех вот обругать кашляю ненависть да что такое ну может я его не понял ты опять поднимаешь рейтинг такими сомнительными способами еврейтинг я не скажу что я поднимаю вот я просто может ничего не понял я очень плохо соображаю в последнее время саша если у тебя была тема уже скажи иначе хорошо дело друзья дорогие значит забудьте все что вы слышали до того вы все подкасты сегодняшний день мы решили сегодня обсудить тему которая звучит так ответственен ли человек за свой талант то есть мы три бездари решили обсудить до до 22 он-то талантлив это мы с тобой никто не придумал тему в талантлив да и так саша ответственный ли ты за твой талант и перед кем значит вот может ли человек распоряжаться своим даром ну мы все понимаем и думаю понимаем одинаково что такое талант да талант дар особой способности да то есть то что отличает человека от себе подобных явно отличает тут мы спорить об этом не будем мы понимаем о чем идет это да можно поспорить конечно но надо но это российскую точку зрения я думаю что у андрюш понятно или низкую тоже степени отличительности да отличие да понятно так вот поскольку мы все живем в обществе соответственно быть свободными от него как нас учили не можем цитата на цитате прям сюда хочется выяснить в какой мере человек отвечает за свой талант перед обществом перед другими людьми и отвечает ли вообще с этим вопросом мы обратились к известному доктору юрьевичу хетин я же паркетолог причем там все дело через который зайдет к этому вопросу с другой стороны пожалуйста с другой стороны я грубо отвечу тебе матом это не грубо чтоб ты знал мат это причем тут нет поговорим о мате нет не поговорим о мате не сбивая меня с моей последней моей жизни мысли перед людьми другими и обществом человек талантливый не ответственен никак он ответственен перед самим собой и перед господом богом если он в него верит а если не верит то только перед самим собой это первое что я хочу сказать а второе что я хочу сказать что для меня талант и ответственность это синоним и кстати говоря вот я лично так отделяю талантливых людей от способных вот способный человек у него никакой ответственности нет землю попашет попишет стихи как сказано в одном бессмертном произведении способный человек никому не обязан ни себе не богу вообще никому он может свои способности выкинуть с девятого этажа зарытик а с двенадцатого пожалуйста это еще а вот талант это ответственность причем я еще раз хочу сказать перед кем перед самим собой и перед господом богом если человек в него верит вот собственно говоря лучше всех на мой взгляд эту тему сформулировал блог я за точность цитаты ручаться не могу она длинная он написал а три единые задачи стоящие перед поэтом расслышать в хаосе мировом звуки гармонии преобразовать эти звуки в язык понятный людям и донести плоды своего труда до людей но это просто работа поэт это суть расскажи поэт нет ну он говорил он говорил о художнике вот талантливый человек да вот он обязан ответственен за что он обязан он обязан и ответственен перед собой и господом богом за вот эти три вещи расслышать перевести дешифровать да и донести понятно вот современное общество во многом освобождает творца от одной из этих задач появилось подразделение вот продюсер например это тот кто ответственный за то чтобы донести да и стало быть поэт или художник вообще уже освобождается от одной задачи перед ним осталась задача расслышать и преобразовать вот но это шутка конечно на самом деле продюсер никого ничего не освобождает вот поэтому вот вся ответственность применительно к таланту саша понятно знаешь мне я не понимаю тезиса что талант это ответственность я считаю что талант это талант а ответственность это ответственность и это совершенно разные качества на которые находятся даже в разных человеческих нишах они никак не пересекаются я легко себе представляю бесконечно одаренного от природы человека который таких слов не знает как ответственность или безответственность он вообще живет другими понятиями давай проще сказать но он талант именно талант какое отношение талант не дает то есть я должен подождите ответственность то есть к определенной манере поведения нет нет не манера поведения я должен дошифровать потому что такое ответственность ты представляешь себе бесконечно талантливого человека который на свой талант положил конечно нет тогда это не таланта. Тогда дошифруюсь на следующие понятия «положил». Вот. То есть я не представляю себе талантливого человека, тем более бесконечно, который не озабочен крайней реализации своего таланта. Вот если человек якобы талантлив, но при этом положил, то есть он, как я уже сказал, землю попашет, попишет стихи, то есть он не озабочен тем, чтобы свой талант в максимальной степени реализовать. А если человек дореализовать, возвращаясь к блоку, расслышать в хаосе звуки гармонии, перевести их на язык понятней людям и донести до людей. Вот третье? Да. Что? Это продюсер. Нет, третье не всегда. Не всегда. Не всегда. Это продюсер. А можно уйду в сторону слегка? В сторону таланта. Нет, ну всегда, конечно. А если, скажем так, то, что ты все еще сказал? А в стол это мука. Погоди со столом. Если я предпочитаю все, что ты сейчас сказал, мы повернуть маленько по-другому. Профессор Мариарти. Да. Профессор Мариарти. Просто вариантов талантливых людей, которые по-другому используются. Конечно. Но это не важно. Абсолютно не важно. Он укладывается. Профессор Мариарти, человек, который полностью выполнил... Реализовал? Да. Совершенно верно. Знак не важен. Абсолютно. Мы сейчас не о знаке. Нет. Мы не говорим о том, что надо быть добрым, талантом и светлым и нести людям только... Нет, 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 нет. Талант может быть во всем. Я тебе больше скажу. Вот этот, как его? Джек Патрашитель. Это тоже талант? Не знаю. Не пробовал. Нет. Я говорю, например. Но тоже своего рода талант. Или вот фильм «Парфюмер». «Парфюмер». Она же книга «Парфюмер». Значит, чему другая? Ты думаешь, вот эту книгу здесь есть. Это фильм «Парфюмер». Возвращаясь к твоему и вашему с блоком тезису. Я легко себе представляю. Был даже такой фильм, я не забываю. Собирайся, мы с блоком. Бальза. Да. А математики, который дома работал, решал какие-то свои проблемы, он вычислял формулу простого числа. На секундочку, да? Да. А зарабатывал... Отвечаю сразу. Грузчиком. Да. Грузчиком. Ты путаешь. Это разные вещи. Я тебе не говорю, что он должен разрушить стиль в стол. Да? Вот это вот все. Вот это вот. Я об этом говорю. Он работал, он слышал звуки, преобразовал их. А жить при этом он может любым другим трудом. Но он не занимался продвижением. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть его дело реализовать. Он может при этом нищенствовать. Я могу себе представить гениального художника, работающего сапожником, чтобы прокормить себя. Это совершенно другая проблема. Она не относится к этому. Это вся та же проблема. То есть у него нет... Нет, не та же. Андрей, подожди, послушай. Йоу, у него, у этого гениального художника, нет амбиций по поводу продвижения. Есть у него амбиции. Он не может. Он наталкивается на глухую стену. Это совсем другая история. Это не его проблема. То есть его проблема биться головой об стену. Вот что он должен сделать. Он должен в конце жизни сказать, вот эта ямка в бетонной стене непонимания, она пробита моей головой. Вот шишка, вот шишка, вот рана. Я сделал все. Совесть моя честная. Я хочу сказать одно, что есть люди, таланты, значит, которые не озабочены этой проблемой. Таких талантов нет. Это не способные люди. Нет. Нет у таких талантов. Ну хорошо. Значит, мы спорить не будем точно. Почему? Ну потому что это бессмысленно. Потому что я говорю есть, он говорит нет, и на этом заканчивается все. Он разозлился. Это хорошо. Это бессмысленно. Мы разозлили Орлова. Мы с вами есть. Абсолютно бессмысленно. Значит, имеет смысл говорить вот о чем. Кстати, о фильмах. Есть такой замечательный американский фильм «Умница Уилл Ханси». Да. Да. Да? Да. Он совершенно, будучи талантливым человеком, Да. Талантливый человеком, не спорим, да? Да. Который что-то там занимался. Но который нехат... Неправда. Ты ничего не понял в этом фильме, извини. Ну это нормально для него. Хулиганское поведение хантинга... Дело не в хулиганском поведении. Дело в нем. Одовольство той жизнью, которая есть. Нет. Он не был доволен той жизнью. Это все форма протеста. Это отчаяние. Я согласен с Юром полностью. Это отчаяние. Причем он еще называет, что он подросток. То есть у него еще в мир перекошен. Ты сейчас рассказываешь историю Франсуа Вегиона. Да. Который, будучи великим, очевидно, я по-французски не читал, но я надеюсь. Он был великим, очевидно, поэтом, но наталкиваясь на стену всеобщего непонимания, неприятия того, что он делал, и не понимая, как эту стену пробить головой, он был бандитом. Это обычная история. Мне кажется, тут ты тоже маленько в ту сторону. Он, в принципе, был бандитом, но не мешало это быть талантливым. Обязательно. Это я... И он один. Я хочу вот о чем сказать. Он бы не мог стать бандитом, если бы не был таким. Я хочу вот о чем сказать. Человек может быть независимо талантливым в какой-то области искусства и быть бандитом. Но чаще всего его бандитское поведение – это реакция, бессознательная реакция протеста на невозможность самореализации. Я с тобой не согласен. Потому что, возьмем, ты уже коснулся Францию, мою любимую, да, то существовал такой Агриппо де Обенье, который, собственно говоря, был и убийцей, и палачом, собственно говоря, и политиком. И это не мешало вам писать очень талантливые произведения. Я типа... Вот как бы никто меня не слышит. Никто. Я еще раз хочу сказать. Человек, который пишет очень талантливые произведения, желает, чтобы эти произведения печатали с тиражом миллион экземпляров и чтобы его читали все на букву «Ф». Видя, что этого не происходит, человек этот, как правило, дает реакцию. Как правило, реакция эта негативная. И в лучшем случае она субъективно негативная. То есть он вешается, стреляется или вскрывает вены. А в худшем случае это социально негативная реакция. А если этот человек математик, то что? Все что угодно. Не-не, секундочку. Такая же субъекта. Абсолютно. Ему точно так же рьяно нужна реализация. Безусловно. А Перельман? И люди на костер идут. А Перельман? Я еще раз говорю. Вы меня опять не слышите. Не-не, мы глупо и сидим. Поведение Перельмана – это реакция. Его поведение антисоциально. Во всем мире принято, чтобы человек, которому дают премию, ее получал, ходя в одних кальсонах всю свою жизнь. Дело не в премии. Дело совершенно не в премии, когда мы говорим о Перельмане. Я, по крайней мере, говорю. Думаю, с Андрею тоже. А я говорю о том, что он отказывается от признания. Нет, нет. Еще до всей этой фигни. Значит, затворничество. Я объясняю. Я объясняю. Это затворничество Перельмана. Есть оборотная сторона дикой гордыни. Я согласен. Перельман – чудовищный гордец. Ну, ради бога. Ну, это так. В результате это так. Я же тебе и об этом и говорю. Что вот это антиобщественное, антисоциальное поведение, вести себя против течения, не так, как нужно, не так, как принято, это следствие чудовищной гордыни. Перельман полагает, что те награды, которые может дать ему общество за его труды, недостаточны. А тех наград, которые он считает для себя достаточными, общество ему не дает. Реакция? Я не моюсь, не чищу зубы, наград ваших не получаю, разговариваю матом, живу, ем и сплю на унитазе, отойдите от меня все. Банальная, обычная история. И все это, я еще раз хочу сказать, проистекает из ответственности талантливого человека за свой талант и его неудовлетворенности степенью решения одной из трех задач. Расслышать звуки гармонии, перевести на язык, понятный людям, донести до людей. Но еще другая, может быть, история, что просто находясь на определенном пике таланта, человек, то, что называется, меняется в разуме. То есть не то, чтобы совершенно сумасшедший. Я вообще считаю сумасшедший, это просто другой вид восприятия мира. Очень хороший пример, это те же самые игры разума. То есть, в принципе, человек талантливый, он находится на своем талантливом пике, но он уже уходит в другой мир и видит мир по-другому, как и Перельман. Он просто, по-русски просто сошел с ума. Мы не знаем подробности жизни Перельмана. Это во-первых. То, о чем ты говоришь, догадки. Да, мои. И мои тоже по-сторону. Не, секундочку. Хотел бы опираться на факты. У меня их нет. Тогда мы не будем в этом говорить. Почему? Имей в виду конкретный личность. Почему? Саша, это некоррект. Саша, я обобщаюсь, не зная основы. Саша, скажи мне, пожалуйста, у Луны есть обратная сторона? Неизвестно. Вероятнее всего. Тогда вообще ни о чем говорить нельзя. Нет. Секундочку. Минуту. Так вот. Так и я. Я тоже. Я поверил. Он же высказывает свое мнение. Частное мнение. Все. Но я оборотную сторону Луны не видел. Мне показали фотографии спутника. Волен я ему не верить? Легко. Легко. Чего-то они сюда подсунули. Мне говорят, что на 24. Кто сказал? Хорошо. Андрюш, ты согласен с тем, что талант и ответственность вещи связаны? Я вообще не понимаю этой темы, честно тебе скажу. Я тоже не понимаю, какая ответственность может быть. Он талантлив, потому что он талантлив. Он таким и родился. Родился мальчик с одной писькой. Какой-нибудь девочкой. За то, что ответственность не понимаю. Отсюда мы с легкостью переходим к еще одному интересному вопросу. А виноват ли, в кавычках, Эйнштейн, что он Эйнштейн? Безусловно виноват. А я считаю, что нет. Либо нифиг, да? Просто Господь его создал таким. Или природа. Нет, так не бывает. И его заслуги в этом, как личности. Вот смотри, погоди, я тебе сразу же хочу не больно перебить. Ломоносов мог ловить рыбу. Но он, зараза, уперся и почему захотел стать Ломоносовым? Причем здесь Господь, я не понимаю. Он этого хотел сам. Он этого хотел сам. Это нерациональная. Нерациональная, да. Он сам хотел. Я тебе отвечу так. Я думаю, что, ну как человек, имеющий техническое образование, я знаю, что стать кандидатом наук может почти каждый. Да кем угодно может стать президентом. Послушайте, послушайте. Послушайте меня. Да, тихо, он нас отобьет сейчас. Он сегодня злой. Вы постоянно перебиваете. Да, мы не будем перебивать. Мы можем быть идеолюбию, мы хотим. Да. Значит, стать доктором каждый уже не может. Но. Как не? Доктором можно стать благодаря усердию. Можно. И способности. Или подлости. Послушайте. Ты что использовал? Я ничего, я не доктор, я не кандидат. Я имел ввиду доктора наук. Доктора наук. А вот стать академиком, вот для этого нужен талант. Ничего подобного. Ну. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Что у нас от связи? Юра, отбросит всю эту ерунду, связанную там с блатом, с идеологией. Я говорю о другом сейчас. О чем? А мы что, уже эмигрировали в Россию, что ли? Почему мы должны это? Мы не говорим про Россию. А, ладно. Но люди, которые, то есть можно стать кандидатом, но стать академиком благодаря усердию невозможно. Нужно иметь, колоссальному усердию невозможно. Нужно иметь некую врожденную способность, потрясающий дар, гений, все что угодно. Талант. Жизнь противоречит твоим словам? Нет, не противоречит. Противоречит, конечно. Жизнь в России противоречит? Да. Я не про Россию говорю. А я не жил на Западе, я не знаю. Да мы не говорим ни про Россию, ни про Запад. Мы говорим, Юра, при чем здесь территория, при чем здесь этносы? Ты имеешь в виду некую идеальную ситуацию? Ну какую идеальную? Ну разумеется, идеальную. Ну что это, я не понимаю, Саша. Я вычленяю из этого блат и прочее, я говорю о самой сути вещей, пытаюсь, по крайней мере, говорить. Мы говорим о таланте, а не о том, что кто-то там пролез. Это неинтересно, это не тема нашей программы, благодаря знакомству, связям. Это неважно. Но мне все протестует против того, что академиком нельзя стать, не имея таланта. Можно? Я тебе объясню, почему. Потому что ты называешь академик, это некая должность. Понятно, что я не веду. Ньютоном нельзя стать, не имея таланта. Академиком можно. Вот. И, погни, почитай не русскую, а в принципе, мировую историю, литературу почитай. Ты убери слово академик, скажи ученым. Я понял, я специально выстроил все эти три ступени, как бы не понимаешь. Не надо этого. Скажи ученым. Ты все время должности называешь, не надо называть должности. Ты скажи ученым нельзя стать, не имея таланта. Ну хорошо, ученым, это другое дело. Вы же прекрасно все понимаете. Нет, нет. Потому что академик одно, а ученый другое. Просто человек, который так тонко чувствует русский язык, должен понимать разницу. Это не всегда одно и то же. Это не всегда одно и то же. Ты знаешь, академиком можно стать, вообще будучи крысой. Просто крысой. Я сказал, что эти аспекты, способы становления академии, вообще ни при чем здесь. Я рассматриваю кристалл. Чистый кристалл. Да не говори академик, говори ученый. Погодите, погодите, спокойно. Ученый это тоже родонец. Я не о чем не говорил. Нет, нет, нет. Погоди, еще раз. Это говорит. Как не говорит? Погодите, погодите, секундочку. Я тебе параближусь, кой с вас. Вот в Америке, вот, был один очень великий человек, который ухитрился стать величайшим ученым, изобрести громад, вот, быть президентом Америки с двумя классами образования. Сдавали его Берджимин Франкли. Причем здесь я не понимаю, какие это должности. Причем здесь какие-то должности. Вот это есть как раз талант, когда человек стал благодаря таланту, он не имел денег вообще. Он добывал книги любыми окольными путями. Он пробивался, как и Ломоносов и так далее. Я понял тебя. Говоря об этих трех ступенях, я не видел в общем их буквальное понимание. Я говорил о другом, Саша. Нет, Юра, я не говорю ученый, потому что ученый может быть и кандидатом наук. Да он вообще может быть никем. Никем, как Франклин, никем. Он может быть никем. Не связано это, ты понимаешь? Вот ученый... Ну, я просто хочу... Ученый это человек, который путем игры ума и трудолюбия добывает некие факты, доселе неизвестные человечеству. Именно потому, что он гений. Именно потому, что он гений. И так устроен его ум, и так устроена его задница. Все, 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 ты начал эту тему, по большому счету. Ты понимаешь, или нет? Не с кандидата наук начало, а именно с гения, с таланта, да? И вот, кстати говоря, то, что ученый сидит и корпит, и ставит эксперименты, и добивается, и считает, это ответственность за талант. Да. И поэт, который пишет, 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 строчит, это ответственность. Я не понимаю, значит, что ты любишь строчит, потому что он таким рожден, и точка. Значит, во-первых, он рожден таким не случайно, но это очень долгий разговор. Он не воспитывался даже таким. Нет, не воспитывался. Это невозможно воспитать. Но родившись таким, он обязан это вернуть. Он не может. Обязан вернуть. С какого-то перепуга он обязан вернуть. А вот он сам этого не знает. Нет, секундочку. Вот так. С чьей точки зрения? Нет. С его точки зрения. У всех этих людей их немного. У разных точек зрения. Талантливый художник не может не писать картин. Не может. Талантливый поэт не может не писать стихи. Не может. Нет, разумеется. Если он может не писать, то он способный. Разумеется. Так я об этом тебе и говорю. Но это не называется ответственность. Это не что-то осознанное. Нет. Вовсе нет. Ну тогда мы что-то закрутим. Глупости ты говоришь. Ответственность это как раз сплошь и рядом совершенно бессознательный акт. Осознанная ответственность, Саша, называется свободой. А ответственность за талант есть акт бессознательный. Заключается эта ответственность в том, что талантливый человек не может не заниматься Т… Ну, это очевидно. О чем мы говорим? Это очевидно. Это не очевидно. Секундочку. Потому что у нас сплошь и рядом. Я тебе объясню, к чему я веду. У нас сплошь и рядом. Научился человек в рифму писать стихи. Его называют поэтом. Стихотворец. Научился человек клеить ноту к ноте. Он уже компизотор. При чем я сяплю? Я тебе объясню. Общество постоянно путает. Называя талантливыми людьми людей способных. И наоборот. Это катастрофа. Мы сейчас здесь сидим трое. Я специально с этого начал. Что мы все одинаково понимаем способным человеком и талантливым. И знаем грани. Не одинаково. Здесь ни при чем совершенно общество. Здесь не сидит общество. Здесь все три человека. Я тебе хочу доказать, что мы втроем должны, как мне кажется, прийти к той общей точке зрения. Что талант это такое состояние человека, при котором он физически не может не реализовывать плоды своего таланта. Это не является определяющим качеством. А является. Юра. У меня является любой человек способный и талантливый. А это разные люди, вы бы объяснили, да? Абсолютно. Они не могут не заниматься своей профессией. Могут вполне. Нет, секундочку. Способный человек. Почему? Может писать стихи, а может не писать. Нет. Секундочку. Мой отец прекрасный инженер. Но он не гениальный инженер. Он не может не заниматься своим инженерством. Ты путаешь. Нет, я не путаю. Ты путаешь. Я не путаю. Талант не обязательно гений. Нет. Талант не обязательно гений. Нет. Это внутри очень глубоко структурированная вещь. Степени ответственности бывают разные. Можно я рябкну одно слово буквально? Вот, а потом дальше кричать начнете. Все это не тихий. На самом деле все очень просто. Я почему хочу сейчас согласиться с Юрой. Я, ну, в большей всей жизни работаю с людьми с талантливыми, с гениальными, с разными. Потому что на самом деле, в чем я хочу тут подтвердить вот это вот сейчас. Потому что потом еще дальше кричать, я тихо подтвержу просто. Вот. Что есть люди, которые пишут стихи или картины, или что-то еще пишут, потому что они просто так дышат. Вот и все. Они просто так дышат. Челедивали. Да. И это и есть их неответственность на самом деле. Они прекрасно понимают, что не могут. Ему жена вот будет целый день плешь проедать. Пойди ты наконец уже на нормальную работу, где тебе платят. Займись. Она говорит, что ты херней занимаешься. Займись ты делом. Кому нахер твои картинки нужны? Кому нахер твои стишки нужны? Засуни их себе в жопу. Он прав. Я знаю, потому что я слышу, как вот с людьми... Ответственность здесь причем. Вот это и есть его ответственность. Он понимает. Он понимает умом, что жена права. Он не может. Он не может жить иначе. Он не может, да. Он понимает, что он может... Так он ответственный или нет? Ответственный. За то, что он делает. За то, что он делает. Так он не может этого не делать. Значит, он автоматически ответственный. Правильно. Ну да. Господи, я об этом еще и говорю. Тихо, тихо. Что талант. В чем момент. Это важно понимать. Погоди, я еще секундочку буквально. Секундочку, буду снова кричать начать. А есть другие люди. Предположим, у меня есть другие знакомые. Талантливые, не знаю, копирайтеры. Еще что-то. Почему называют копирайтеры специально? Потому что они зарабатывают этим на жизнь. Они очень хорошо пишут. Их очень приятно читать. Они хорошие журналисты. Они еще кто угодно. Они даже хорошие рисовальщики. Они хорошие стихотворцы. Они зарабатывают так на жизнь. Это маленькая долгая история. Они делают очень интересно. Их приятно читать. Но они это просто... Вот если им не будут это платить, я на это не буду делать. Понимаешь? Это другая история. Это два совершенно разных типа людей. Они не ответственны за то, что они творят. Я просто не называю это талантом. Нет, это талант. Зря ты так не называешь. Потому что ты... Я не называю. Неважно, ты так написать не сможешь. Твое право. Нет, это не талант. Подожди. Это же не написано в ней ровке ценностей. Это повышенные способности. Он же имеет право на свое мнение. Но это не талант. Я в том, что... О чем я говорю? Смотри. Вот смотри. Совершенно другое. Какой-нибудь Моцарт, предположим. Хотя я не знаю. Там Моцарт тоже были свои заморочки с деньгами. Но суть не в этом. Вот. Он играет, потому что он играет. А есть, который очень талантливый музыкант. Он просто играет, потому что он за это платит. Если ему писать за это платить, он пойдет к власть кирпичи. К примеру. Тогда это способный человек. Вот я про это говорю. И все. И дальше можете кричать. Все. Я пью чай. Ты прав. В том, что это не написано. Ну, Саш, подожди. Послушай, дай мне сказать. Да ради Бога. Это тоже не так, что он может этим и не заниматься. Я думаю, что талантливый человек может какой-то талантливый человек и не заниматься этим. Это не значит, что он не талантливый. Это не значит, нет. Ну, потому что мы тут разошлись, окей. Это же не Библия. Потому что, на мой взгляд, талант – это совершенно врожденные качества. Да. Оно невоспитуемое. Нет. Оно асоциальное. Правильно. Поэтому никакой ответственности. Наоборот. Хорошо. Юр, давай, не будем по 8-му. Я знаю энное количество людей, которые врожденные, талантливые музыканты, талантливые стихотворцы, но они не занимаются этим. Потому что они отвечают очень просто, и это не заработают. Они даже в стол не вишут. Потому что мне это неинтересно. Я тебе больше скажу. Они могут даже тебе рассказать так. А мне это неинтересно. Но этот дар в нем есть. И он его два раза в жизни, или семь раз показал. Это способность. Нет. И он за него не ответственный. Это твой термин. На твой взгляд, это талант. Мой, мой, мой. Это мой термин. О, спасибо. Это мой термин. Только мой. То есть выясняется, что мы всю дорогу говорим каждый о своем Да, а что в этом плохого-то? Нет, мы тему понимаем, каждое пословие Да, чего не было раньше Почему всегда? Нет, ну подожди, Саша, одно дело мы говорили Мы убеждаем друг друга, каждый о своем Чего делать не нужно, каждый о глупом Мы обмениваемся мнениями Какая ответственность? Он сегодня злой Мы обмениваемся мнениями, не более Эйнштейн что? Поняв уже, что он значительно превосходит Даже самых способных физиков своего времени Он что, проникается чем-то? Ничего Он точно так же живет дальше Он просто так дышит своей гениальностью Гениальность это его воздух, ежедневный воздух Поэтому я считаю, что никакого отношения к ответственности Ко всему вот этому таланту не присуще Эйнштейн не виноват, это не его заслуга, что он гениален Так, звездно сказать? Не его заслуга Не его заслуга Первый тезис, второй тезис Это несчастье Он совершенно спокойно должен распоряжаться своим талантом Он обществу не обязан, чтобы реализовать себя Обществу нет Обществу, он никому Он нет обязан себе Нет Это только если он хочет быть опять в себе А он не может не хотеть Нет Он, на мой взгляд, существует талантливые люди, которые вполне могут ничего этого не хотеть Это способные Должны быть Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон Да талант никакого отношения определяющего не имеет Вот то, о чем ты говоришь К осознанию себя четко к человеку Никакого отношения Самое прямое Если талантливый человек не выполняет свое предназначение Он свинья в своих глазах И прах, и тлен, и говно И вообще он не человек Я думаю, нам нужно прощаться Не прощаться, а просто остаться при своих мнениях Да, остаться при своих мнениях Кто знал? Кто знал? Что тема вызовет столь бурдную А хорошо, окей, да Выберем за то, чтобы талантливые люди никак не становились способными И наоборот Я знаю одно Что ты плохо влияешь на господина Орлова Когда он сюда в наши стройные беседы ворвался Он был добрый Сейчас он злой Хефис влияет плохо на людей Я вообще, да Ну и что? Должны же быть и такие Давайте лучше любим за весну Давайте За весну Мы у вас всех взяли договорить Или нет? За весну От положительных эмоций Добра вам, добра Не смотрите на Орлов Не смотри Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...